Эмейзинг Ворд Министрис представляют. Тема. Подготовка к воскресному закону. Часть 3. Вот какие раздаются крики, когда большинство раздражено. По некоторым оценкам около 800 человек вышли на улицы Вашингтона с одним общим призывом. Хватит! Стрельба, которая произошла в этом месяце в средней школе Марджори Стоунман Дуглас, привела к возникновению этого движения. И этот протест проходил не только в Вашингтоне. За один день прошло 300 маршей протеста в городах и селениях по всей территории Соединенных Штатов. В Атлантии, в Джорджии, в Ралли, Северная Каролина и Тампа, Флорида. Были тысячи собравшихся, толпы протестующих заполнили улицы в центральном районе Лос-Анджелеса, и все повторяют один и тот же призыв. Людям просто необходимо почувствовать себя в безопасности и знать, что с ними ничего не случится, когда они в очередной раз пойдут в школу. Честно говоря, это звучит даже как-то нелепо, что у нас нет контроля над оружием. Это то, что говорит молодежь сегодня, но большинство из них будут уже достаточно взрослыми, чтобы принять участие в следующих выборах. Политики либо должны представлять взгляды народа, либо убираться. Народ требует закона, запрещающего продажу оружия. Народ требует запрета на продажу многозарядного оружия. Народ требует вести полную поправку на допуск к получению оружия. Поддержите нас, или избиратели выступят против вас. Несмотря на большое количество пострадавших, у этих людей имеются довольно мощные противники в Америке, которые поддерживают продажу оружия. Так что кажется, что эта страна станет вскоре свидетелем борьбы между общественным мнением и политическим давлением. Нет никакого сомнения в том, что Америка стала свидетелем сложного выбора, и будут предприняты попытки прекратить этот протест. Какое же существует решение для прекращения этого безумия? Противоречивое решение для прекращения этого насилия с применением огнестрельного оружия. Пастор Роберт Шефферс из Далласа сказал, что учащиеся должны учить 10 заповедей. Пастор Мега Церкви рассказал о том, что нам необходимо вернуть Бога обратно в школьные классы. Если учащиеся будут молиться в классе или изучать 10 заповедей, может быть в этих маршах протеста и не будет необходимости. Помните, как в апреле 1844 года Верховный суд сказал, «Почему бы нам не преподавать Новый Завет в школах и не препятствовать Слову Божьему действовать в учебных заведениях?» Что изменилось в этом случае? Разве от этого изменилась Конституция? Пастор Роберт Шефферс из Первой Баптистской церкви в Даллас желает, чтобы люди рассматривали в наше время вопрос о разделении церкви и государства священным. Но Шефферс считает частью решения возвращения к тому, что было принято в прежние времена. Люди удивляются, когда они слышат от меня, что следует ужесточить требования на продажу оружия. Я полагаю, что перед выдачей оружия нам следует проводить более серьезные проверки. У некоторых людей на самом деле не должно быть оружия. Но я считаю, если, запрещая оружие, мы таким образом хотим решить проблему насилия, то мы пытаемся решить проблему неправильным способом. Мы в таком случае не разбираемся с корнем этой проблемы, потому как проблема кроется в человеческих сердцах. Душа, вот то, что развращено. И я не знаю, когда мы вернемся к тому, чтобы начать нравственное возрождение этой страны, поскольку мы медленно разрушаем религию при каждой имеющейся у нас возможности. Вероятно, нам необходимо обсудить законопроект, который будет обязывать каждого американца посещать по воскресным дням ту церковь, которую каждый изберет. Нам нужно посмотреть, как мы можем вернуться к моральному возрождению. Вероятно, нам необходимо обсудить законопроект, который будет обязывать каждого американца посещать по воскресным дням ту церковь, которую каждый изберет. Вчера сенатор Сильвия Аллен говорила о возможности принуждать людей посещать церковь. Сенатор штата Аризона предлагает обязательное посещение церкви по воскресным дням. Как результат всего этого кризиса можно ли считать что воскресный закон уже близко? Национальный воскресный закон будет принят и преследования придут. Но в настоящее время мы не можем сказать что все это уже близко. Еще ничего не происходит из того что мы понимаем. И то что должно произойти не распространяйте слухи, не распространяйте ошибочную информацию, распространяйте истину. Не распространяйте слухи, не распространяйте ошибочную информацию, распространяйте истину. До этого времени те кто проповедовали истины содержащиеся в треханглийской вести считали просто паникерами. Но по мере того как вопрос об обязательном праздновании воскресного дня обсуждается все шире, события, в котором сомневались и в которые не верили, становятся реальными, и третья ангельская весть оказывает небывалое влияние. Близки ли события, связанные с установлением воскресного закона, как результат этого кризиса? Конгрессмен и представитель от республиканской партии Фрэнсис Руни сказал «Я сделаю кое-что по вопросу контроля над оружием, некоторые свободы будут утеряны». В штате Флорида утверждают законопроект о том, чтобы в каждой государственной школе была надпись «В Боге наша надежда». Отсутствие веры, нет воскресных школ, нет посещения церквей, законы о воскресном не отброшены. Еще ничего не происходит из того, что мы понимаем, и то, что должно произойти. Не распространяйте слухи, не распространяйте ошибочную информацию, распространяйте истину. Ибо когда будут говорить «Мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы — сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы». Католики разрушили дома адвентистов. Адвентистские семьи убежали, оставив свои дома из-за угрозы смерти. Не распространяйте слухи, не распространяйте ошибочную информацию, распространяйте истину. Что есть «ИСТИНА?» Движение за соблюдение воскресного дня прокладывает себе путь во тьме. Руководители скрывают эти насущные вопросы. Новый пример министр Польши видит возвращение к христианским корням единственным способом для того, чтобы остановить упадок в Европе. В Польше большинство магазинов будут закрыты по воскресным дням, вступает в силу запрет на торговлю. Министр внутренних дел Германии заявляет, ислам не принадлежит к нашей стране. Папа Франциск напомнил президенту Эммануэлю Макрону о христианской традиции Франции. На вечернем служении Вирджинии прозвучал призыв о сохранении общего блага. Из катехизиса относительно религиозной свободы и общего блага, все христиане должны стремиться к признанию воскресного дня и церковных праздников в качестве праздничных дней. Ватикан призывает к созданию мирового правительства. Защита воскресного дня как выходного Сохраняйте автосалоны закрытыми по воскресным дням. Европейский альянс по защите воскресного дня. Как сказал Папа, воскресенье это святой день для христиан. Время для Бога и покоя. Поляки рады вступлению в действие запрета на торговлю по воскресным дням. Разгнузданный капитализм это дело дьявола, сказал Папа Франциск и расферепел дракон на жену. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру Иисуса. Господь совершает свое дело, все небо находится в движении. Судья всей земли вскоре восстанет и вступится за свой попранный авторитет. Печать избавления будет поставлена на людях, соблюдающих Божьи заповеди, благоговеющих перед его законом и отвергающих начертания зверя или его образ. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Откровение Иоанна Богослова, 2 глава, стих 10. Великая борьба. Именно так можно назвать величайшее противостояние за всю вечность. Это не просто спор между царствами и не философские дебаты, но грандиозное, опасное и судьбоносное противостояние, затрагивающее всю вселенную. Это борьба между добром и злом, между Христом и Сатаной. И хотя в результате войны на небесах противник Бога проиграл, мы с вами все еще видим проявление зла. Оно рядом с нами и даже в нас, поскольку Сатана поработил наш мир. Так великая борьба была перенесена с небес на землю. Мы рекомендуем вам уникальную книгу, описывающую историю этой борьбы за последние 20 веков. И если кто-то представляет себе ее как голливудскую сказку, где ангелы и демоны сражаются на огненных мечах, то из этой книги вы узнаете, что зло гораздо искусней, изобретательней и смертоносней. Мы живем в то время, когда величайшая борьба происходит не просто в мире, а в христианских церквях и сердцах людей. Это последний бастион сил тьмы. Из Священного Писания мы точно знаем, что победа Христа уже одержана. Злу нанесена смертельная рана на кресте. Вот почему нет более никакой нужды скрываться и таиться, как будто нас некому защитить от зла, как будто не существует ясной истины и нет полного спасения от греха. Ведь победа одержана, защита гарантирована, истина обозначена и спасение совершено. Узнайте об этом лично из книги «Великая борьба» и получите надежду. Христос грядет! Ссылки на книгу в текстовом и аудиовариантах можно найти в описании к видео, а также в сети интернет. Субтитры создавал DimaTorzok